так друзья всем привет сейчас сорвем одну игрушку и посмотрим и посмотрим чем я занимаюсь уже редко ломает за меня с этой стороны сарая там спрашивали сколько я забора пошел метров пять отсюда вот я на гору поднимаюсь на песок и снимаю вам кажется что из этого с дрона просто он поднимаюсь на гору покажу чем я занимаюсь что делаю ну и так дальше я дома сам все время почти сам жена на работе пять дней работает два дня дома вот здесь у меня была пшеница аж сюда ну почти до до стола я уже подробил и оттуда начал брать специально убираю побольше мешки чтобы убрать мешки и потом когда уберу ну хотя бы за окно туда отъеду надо сюда ставить эту большую крупоружку и делать ящик метра два это чтоб сюда дробить пшеницу это с этой стороны с этой просто два ящика и моя перед крупоружка которая переносится которая поменьше то в два ящика там ячмень горох я сам за разные виды кормовой кормовой базы и вот у меня груша прям возле колодеза но это сладче и мягче но она еще тоже не совсем спелы и вот этот курятник надо убирать этот тесте старый курятник его надо убрать я думал в этом году убрать ну а сейчас думаю сетку трубы может в этом году уберу а сам курятник потом вот тот вагон 6 на 3 туда я уже начинаю сносить корма другие я еще по чуть-чуть короче тарю с кормами но я не показывает она видео но я тарюсь постоянно цены хорошие и также насчет вот у меня допустим маточное отделение ну то есть для свиноматок родильное отделение и мне пишут статья надо на щелях на щелях надо сарай напротив или рядом чтобы с маточника надо ращивание и выращивать своих согласен на откормки поставить я уже думал у меня в голове есть такая задумка или вот этот снести ну типа убрать его и сделать на щелях напротив близнец ну может просто наружный не такой профлист не кирпичик близнец или туда под вдоль горы сделать сарай ну этот наверно надо убрать но это как в перспективах но оно в голове у меня есть я уже примерно прикинул но я думаю так каштан хорр и не видя где упал сейчас по запаху давайте по порядку сейчас я на данный момент занимаюсь вот таким сараем подемонтировал корыто их раз два три четыре и вот пятый отмачиваю пять корыт подемонтировал по находил всякие уголки полосы трубочки вот такие вот полоски узенькие и там у меня за вагон возле сара еще есть трубочки и мне сейчас необходимо поделать мы тут уже все по вычищали клетки тоже по вымывали ну так как могли эту сторону осталось вот эти две отмочить и вымыть ну тоже на занимается я этим не занимается меня своей работы хватает и что я хочу вот эти все трубочки шинки арматуринки поварить сюда сейчас буду делать отъем из маточного сарая и вот сюда поварить где большие проемы между трубками поварить сюда 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 хотя бы вот сюда 3 сюда на калитку 3 туда там по моему 3-4 эти эти пойдут ну а здесь а здесь тоже надо переднюю часть двери то не надо и перегородку вот это что мне надо сделать до отъем отъем у нас по моему уже на этих выходных у субботу или воскресенье будут ну я потом засниму обезьянных поросят в обезьяны заберем посадим уже отдельные они уже хорошо кушают представь им будет там месяц или месяц или 31 день но то есть а так где-то заберем первыми обезьяны а потом еще два выводка 3 выводка заберем чуть позже через неделю и вот это мне все надо подготовить поварить потом мы связь всей своей семьей покрасим это все и и все и запускай ну воду воду я канистру и по елке то я сделаю то такое короче что получается у меня то мне пишут что там по новому сарай по щелям по щелям по новому сараю показывать пока ничего потому что я сюда вообще не подходил вообще сюда не заходил и не подходил спрашивали размер вот этого сарая ширина метров пять с половиной это так метров пять с половиной а так и на метров шесть да где-то так это все я хочу демонтировать как я вообще хочу тут сделать я немного по-другому буду делать так сказать для себя я делаю более упрощенную версию более упрощенная версия в чем она заключается в том что мне не надо делать пробку с этой ванны перелив в основную яму а потом с основной ямы типа качать выкачивать и так дальше как я думаю я думаю сделает так просто шоу ну как бы я когда уже все поделы по своем сарае сделаю там освещение все сделаю вот рядом сарай для тема чтобы я уже был более свободный тогда я займусь этим потихоньку может быть думаю найму именно копать копать и выводить надо аккуратно выкопать и вывести чтобы его во дворе земли это не был но тут уже такое решим то уже время покажет как я думаю сделать выкапываю ну не знаю может быть нам на весь объем сарая выкопаю или же или же выкопаю с той стены полностью сюда здесь метра полтора ставлю где буду стоять кормушка здесь кормушка и здесь кормушка тут будет перегородка ну то есть два разных выводка вот одна кормушка допустим гровер а вторая кормушка старт или та кормушка уже финиш а это будет гровер ну к примеру и метра полтора сделайте кормушка чтобы когда высыпали там рассыпали это знаю чтобы был бетон ровная поверхность а это все сделать на щелях сами щеля я сделаю так выкопаю эту ванну залью стены сверху понятно щелевой пол и я не буду делать пробку слив перелив я с той стороны с обратной у меня подъезд есть что сюда в торец сарая что на ту сторону сарая я могу подъехать машина и синизаторской и просто выкачать я сделаю тут а большую ванну метра полтора глубиной полтора ну и вот так где то застелю щелями оттуда сделаю такой типа вход снаружи трубы куда из машины шлангу загнал и выкачивать наверно одну один вход трубы сделали два входа с этой стороны ну чтоб наверно один один вход и все и прямо с этой же ямы качать машины что-то там не получилось машина вкинул фекальный насос выкинул на пески она быстро впитает а делать мне вот этот пробку перелив мыши где-то перелив в эту в канализацию и смысл и выкачивать канализации а так тут она права за месяц два-три машина приехала там 250 или 300 гривен выкачала и все не выкачала два раза приехала выкачала и все за два раза то есть сразу с этой ямы и выкачать только выкачать нет тут не надо ничего делать снаружи подъехал там я выведу из ванны этой такая большая труба диаметре 300 миллиметров или 350 и они будут туда торчать на улице эти две трубы допустим тут и тут и с любой стороны подъехал он загнал шлангу выкачал уехал опять приехал выкачал я думаю так будет проще или даже самому выкачивать фекальным то есть думаю вот так а посчитал если сделать сливную яму канализации кольца хотя бы двухметровые и глубина какая надо если тут углубиться метра на полтора там еще надо больше углубиться это расходы потянуть это тысяч 15 только то яма я так прикинула но мне ну не надо смысл сделаю так и когда я так сделать что прям непосредственно с этой ванной я посмотрю на ситуацию здесь как будет происходить откорм в этих сараях если мне понравится и я буду довольный по этому сараю по этим двум выводкам тогда уже буду принимать решение надо мне не надо строить сарай и близнец напротив но это в будущем я уже даже придумал как мне там все сделать как это чтобы повторить типа такой же сарай на более проще это все я обдумываю и также понятно что по сарай я определюсь когда сделать тут ну и хотелось бы конечно со временем построить ангар ангар тоже такой хотя бы небольшой 12 на 30 что-то такое легкая конструкция чтобы этого пошло немного но то тоже перспектива все по деньгам если будут финансы лишние то будем что-то строить в принципе в принципе я уже думал если даже вот этот я сарай сделаю на щелях и не допустим там у меня в старом сарае какой-то десяток штук 15 откармливается и тут у меня там ступа не знаю по 12 по 13 в каждой принципе мне хватит шуме плюс поросята плюс откормка своя реализация все до кучи она руба в ряд жить может может и не стоит ну я посмотрю когда это все будет и потом уже приму какие-то решения так тоже погоня ту больше 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 она книг чему не приведет грубо говоря и сейчас нормально живешь хлеб есть чай есть еще на хлеб намазать что еще надо одеться обуться тоже возможность есть живи то развито в жизни все вроде бы нормально проблем никаких а все время погоня за расширением тоже как бы тут надо без фанатизма главное чтоб вот это не переключить этот рубильник мало-мало-мало то есть не и так в принципе хватает но я посмотрю если меня это все устроит то что тут будут на щелях откорм там ну может и в новом там это клетку 2 отдать на откорм может и не надо будет строить надо будет ангар только потому что притягать это не распределять эту пшеницу горох ячмень это такого как сейчас у меня то туда то туда то туда туда места не хватает и по пиндюркам это все раз кладываешь то есть вот так думаю а там не знаю как оно будет что будет но она по время покажет если посмотрю то сделаю сделай сарай на щелях принципе идеи неплохие было бы неплохо но я уже думал на щелях хотя бы штук на в районе 50 чтобы допустим на четыре клетки там по 15 голов или там по 15-20 то есть а так это все я буду снимать потом вот эту всю доску сохранена хорошая тут еще выберу держу дубовые хорошие тоже сохранила это все на отопление на зиму на новый сарай там поставим котел и буду отапливать этими звездями полы по подрывать тоже доска дубовая ну понятно что нам все плохое но на дрова пойдет то есть вот так эту канистру возьму вымыю шлангу вымыю и пущу туда для маленьких пары штат то есть а так все думаю ну вот такие у меня поэтому сарай сначала доделают а потом подойду к этому уже буду заниматься я не спешу у меня нет там быстрее давай надо сюда ставить откорм мне я постепенно сам потихоньку потихоньку все сделаю потому что у меня там есть на откорме уже поставил новом сарае пару клеток я могу выделить тоже на откорма пару клеток там каждой клетки 6 квадратов то есть у меня две клетки слева и справа они пустые подделаю там или плитку или шифер покручу и может туда ставить штук по 4 по 5 тоже на откорм то есть хватит пока лишь бы хватило сил и возможности откормить ну по кормам я говорю я этот год затарился и еще продолжает тариться мы сейчас стараюсь и пшеница отходы и ячмень отходы и горох это что сейчас у меня идет поэтому кормов не хватит головой надо лишь бы только сил и желания этот поделаем сарай берем вот этот потолок делаем нормальные вытяжки тут я думаю все будет чин-чинарём тут какая ситуация этот сарай строился первый а этот пристраивался это сделанная ракушка внутри снаружи красный кирпич и тут только три стенки то стенка с тем сараем и так живут фронтон сейчас покажу вам получается фронтон он с этого сарая он фронтон и дверка даже на чердак с этого сарая поэтому мы так дверку оставим туда на чердак если надо будет я с этого сарая перелезу а потолок все тут а вот это все уберем и сделаем повторим как у меня на новом сарае такой типа трехгранная пирамидка вот так ну а сейчас занимаюсь ну начну заниматься вот этим сараем и она покажет что-то как тут тоже было страшно как и в том ну сделали свое время не спеша и теперь есть сарай это хороший нормальный сарай с хорошими сливами он канализация две дырочки никогда ничего не забивалась все хорошо канализация даже не заглядывал туда надо заглянуть может надо выкачивать свет тут а если розеточки еще сюда кину два каких-то светильника на эту сторону и все это будет у меня поросята после отъема продал что-то себе оставил и занимайся дальше ну я так думаю вот так вот так так вот так вот так тут у меня засыпаны опилки вот эта стенка того сарая это сарай первый построенный был а тот пристраивался а этот пристраивался вот видно это буква п пристроилась но эту букву п и сделаем под щеля ну а там я говорю там потом посмотрим как и что вот так друзья поэтому как есть вот так показываю кто-то мне пишет по по сараю что ты там на щелях начал делать не начал я все рассказал вот я думаю так вот машина заехала канашку выкачивать он у меня канашка того сара и он буржуйки труба а здесь просто будет идти такая труба ну вот даже возьмем по центру сара вот тут большой такой выход и туда прям щелевой пол внутри в ванну и он взял трубу туда вкинул выкачал и поехал смотрим еще мало выкачал опять приехал выкачал и леса выкинул тут у меня вместо есть куда заезжать куда выезжать да кажется вот так по новому сараю именно что касается нового сарая утром зашел насыпал утром вечером зашел насыпал и убрал и свет это туда не захожу даже идем и раз у два дня шланг вот это вот что идет набираю в бак туда воду раз в двое суток вода еще есть но я раз в двое суток набираю получается мне там еще надо пробить скважину в конце сарая пробить скважину чтобы набирать в бак и скважина может быть же пригодится для соседнего сарая если будет в будущем пока перебиваясь колоди же накачал раз в двое суток и все вытяжки вытяжки тянут колоссально сегодня пробовал же двери закрыл открывать они всасывают вытяжки тянут так короче а так эти коры то использую или на бункерной кормушке ли что-то такое будем думать ну короче друзья такие дела как говорят обо всеми ни о чем ну я вам рассказал как я смотрю дальше шоу и как что хотелось бы сделать что и как на что посмотрю так и сделаю а там будем смотреть этот сарай рядом что на щелях с него первого начнем сделаем посмотрю как будет если мне очень понравится я посмотрю что действительно ничего не надо делать насыпать только корм и там подвести воду и все то пускай так и будет с реализацией с реализацией и самого мяса и сала проблем нету поэтому бери работой ну понятно что не надо через счет перегибать ой мало мало ну так чтоб хватало на все да и все все друзья всем пока счастливо и всем удачи спасибо спасибо спасибо